Привет, друзья! Паники, тревожность, технология озарения по заказу, райская группа для изобретателей. И вообще, вот это вот, например, когда мы сдавливаем пальчики, стало уже песней народной. То есть мы сдавливаем все 10 пальчиков там, где ногтевое ложе, вот так вокруг, чтобы было 10 маленьких болей. Эти 10 ударов бьет, снимая спазм сосудов мозга, кровообращение мозга налаживается, и возникает улучшенное состояние самочувствия. Друзья, почему я обо всем этом рассказываю? Потому что я хочу тронуть вас тем, что есть сейчас методики, которые быстро помогают снимать стресс, выходить на нормальное состояние и заниматься творчеством. Кто чем? Я, например, рисую, пишу книги, обучаю специалистов, обучаю спортсменов, обучаю людей самого разного образа деятельности снимать стресс и выходить на творческое состояние. Почему я это повторяю еще раз? Это же так важно! Потому что противодействие стрессу – это любимое дело. Чиксен Михаил, например, об этом говорил, автор направления «Поток». Посмотрите, кто не видел. Он говорил, что когда человек занимается любимым делом, он чувствует смысл в жизни. Потому что если человек не занимается любимым делом, даже, допустим, он попал в состояние депрессии, если он пытается вспомнить любимое дело, обратите на это внимание. Это я уже говорю как психолог, как врач, как психотерапевт, как тренер бизнесменов, как тренер олимпийских чемпионов. Я их обучал снимать стресс перед очень важным соревнованием. Я работал с группами хоккея, я работал с группами футболистов, волейболистов, с кем только я не работал. Очень важная проблема, когда человек находится в состоянии мандража спортивного, использовать этот мандраж, потрястись в этот момент как следует, думая о предстоящей тебе ответственной задаче, что ты должен победить, ты должен выиграть. Или ты должен хорошо выступить на сцене. Сколько актеров у меня там обучались, это просто уйма. Да, я даже в Щукинском училище курсы проводил. Мы так там хорошо и интересно поработали. И это уж мне тогда сказал, когда я ему показал еще видеофильм, азбука саморегуляции для детей, их родителей, педагогов. Он мне сказал, ты знаешь, говорит, я, говорит, когда нервничаю, я руку перед собой на стол положу и вот так стучу. И успокаиваюсь. Да, но у каждого человека в момент нервного напряжения есть в организме защитная реакция. Защитная реакция, в момент стресса надо прислушаться к себе и почувствовать, что тебе в этот момент хочется сделать. Может, потрястись, может быть, хочется, а может, поорать, а может, постучать по столу, а может сделать то, что делает большинство людей, и дети делают, и даже не зная методы ключа, они делают шалтай-болтай. Но мы делаем это осознанно. И поэтому у нас вектор внимания направлен не на качество выполняемого движения, как в других методах мира, как пишут, а вектор внимания в упражнениях, приемах метода ключ направлен, еще раз повторяюсь, не на качество выполняемого конкретного приема или упражнения, а на решаемую волнующую задачу. И тогда вы делаете прорыв. Да, вы начинаете понимать, как ее лучше решить. Потому что здесь инструмент приставлен к месту. Вот оно в чем дело. Я вам хочу сказать, друзья, подписывайтесь на канал у меня в Телеграме. Там есть интересные сейчас фотографии. Я поставил выдающегося олимпийского чемпиона, чтобы вы определили, кто это, и в каком городе, и в какой стране я проводил эти занятия. Там на Телеграме можете посмотреть. Вы узнаете этого чемпиона. Это такое большое такое. Ну, посмотрите. Еще что я вам хочу сказать. В райскую группу нашу. Изобретателей. Я записываю только после короткой беседы. Обязательно я должен посмотреть. У меня в WhatsApp пишите. Или пишите в Телеграме. Если хотите туда попасть, надо выйти со мной на разговор. Я там назначу время, и мы поговорим. Потому что там будем говорить о технологии озарения по заказу. Не всякие ее получат, потому что это сегодня в мире, сегодня в мире, единственная такая технология. Мне удалось это создать и не за один день. Поверьте мне, я много лет на это потратил. Теперь до встречи. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok